Иного ребята в орламной велосипеде, на заре сзади пасут овешек. Это фермерское хозяйство или крестьянское, Алексея Устинова. Видишь, какое вымя большое, значит, их дует, молоко, три козы, четвертая, пятая. Ну, все разные, породистые, с бородками, с сережками, красивые такие. Вот, видишь, как со шлемом. С самыми днями, по сути, ребятишки заняты. Сегодня уехал они к брату, это его дом, дальше там хозяйство. Работа идет, это отец с матерью живет, а дальше брат его Андрей. А на этой стороне Андрей, то есть племянник уже ему, Никита начинает строиться, и дядя Иосиф. Вот как они, ребята. А тут отава, вот когда скосят траву, и новая подрастает на скошенном лугу, называется отава. Не оттава, столица Канады. Конечно, велосипеды, этот бегают, развитие такое. Никакой гари, ни вонючего асфальта. И они предели, они учатся и понимают, что от них польза. А там дальше козля. А у вас козла как звать? Козла? Козля. Козля. Я не понял. Козля. Козля. Еще раз. Козля. Козля? Да. Козля, да? Вон как, хорошо. Белый, красивый такой. А его почему привязывают? Он балуется? Ну, чтобы не убежал никуда. Он бежит куда не надо, да? Ну, не то, что он вдруг куда-нибудь убежит. Он козащик обижает, наверное, да? Ну, не то, что бежает, там прыгает на них. Ну, видно, что его привязывают. За него он один, все время привязанный. А козочки не привязанные, хорошо бы пасеть их. Вот так вот сено скосили. Ну, и там дальше уже вьюг. И дальше бык пасется. А то посреди деревни. Вот моя голубятня. Домик, где я живу. Это Володя Пащенко, дом. Павла Лапкина. Тут жил Никита. Колесников. Вот так, березки. Прямо внутри деревни. 12 березок. Раз, два, три, четыре, пять. Семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Вот так, двенадцать. Если 12 фиников, там 70 толкует, то и тут можно истолковать. У Робинзона Круза-то ведь не коровы были, а козы. Значит, и коз мужа держать. Говорит, козье молоко, шерсть. Конечно, не как у овечки шерсть. И молоко другое, говорят, целебное. Да кто его знает? Вы смотрите, чтобы на вас бык не напал. Он спокойный бык. А то что, тетя Люба? Не знаю. А почему он не пасется на поле, не в бурте? Не знаю, я думаю, сбежал. Он какой идет, смотри. Наелся ему, сейчас надо поить его. Какой он важный. Бока-то какие у него. А они увидали, видно, козочки-то, и стали волноваться. Посмотрим, что он из себя представляет. Идет важный. Видно, что начальник, большой начальник, молодой, продвинутый. Ну, какая поступь у него, а бока какие круглые. Как бочка. Козочки испугались его. Вот корм готовят. Десять коз, десять овечек. Или десять овечек. И одна корова приравнивается. А если лошадь, одна целая, одна десятая. То есть, одиннадцать. На одиннадцать сколько? То есть, лошадь больше ест, чем корова. Вот так. Остановился. Что-то думает он сейчас. Ему надо пить. Он пойти должен домой. А, так он стоит, писает. В воду спускает. Там трава зеленая. Наелся. Бока-то какие. Как бочонок стоит. Да здесь вообще скотина сытая. А там внутри улицы. А тут же дорога. Конечно, не асфальтовая. Что он будет делать? Видишь, от паутов отбивается. Пускай идет. Куда идет, пусть идет. Его не трогать ничего. Он сам себя определит. Какой он важный. А козочки решили уйти от греха подальше. Три, четыре, пять, шесть. Шесть. Все козочки. Ну, какие они хорошенькие. У нас есть коз. Вот он сейчас съест траву. Желок такой. Коз такой. Ну, понятно. Ну, ладно. Ласточек полож. О, у меня ласточки все. Спокойной ночи. Козочки побежали. Какая прекрасная жизнь в деревне. Вот он пылит. Этот догоняет. У него развитие-то какое. А там вышла баба Валя, Валентина Тиханова. Вот у нее шесть сыновей тут и одна дочь. Ну, двоих тут нет сыновей. Четверо тут. Весело ей. Все-то она успевает. Пошел, развернулся. Пойдет в озеро пить. Не подкастрировал. Настоящий бык. Настоящий бык. Производитель. Пошел проверять. У меня голуби летают. Они там не зайдут на горох? Ну, не знаю. Мы за ним поглядем. Допускать не надо горох. Чтобы это поле чужое. Смотри оттуда их. Поверни сюда. Объехай их и поверни. А то они зайдут на поле. Потопщат. И тогда будет нехорошо. Ну, закопотел. Имена какие? Три брата у Алексеева дети. Варлам. Назарий. А их тихий дома еще. А их тихий. Прекрасно.